Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Грицун и коротко о событиях города и края. Заседание профильного комитета по городскому хозяйству состоялось во вторник 10 декабря. Депутаты рассмотрели пять вопросов. Основные касались установки модульной котельной в Краснореченском, уборки снега и льда в округе в 2020 году и передача полномочий по вывозу мусора из муниципалитета региональному оператору. Подробности в первом сюжете. В заседании комитета приняли участие семь народных избранников. Отсутствовали Игорь Тарабарин и Тимур Бражников. Депутаты рассмотрели пять вопросов. Председатель комитета Георгий Герасимов первый вопрос о внесении изменений и дополнений в правила землепользования и застройки предложил рассмотреть на следующем заседании комитета, так как необходимые документы не были предоставлены в Думу для ознакомления. Вторым народные избранники заслушали один из самых важных и острых вопросов для округа о мероприятиях по очистке улично-дорожной сети от снега и льда в 2020 году. Стоит отметить, что глава округа Александр Теребилов опять проигнорировал заседание комитета. Контракт на уборку снега до марта следующего года сформирован и размещен на электронной площадке. В этом году мы решили контракт сделать на три месяца, то есть январь, февраль, март на 4 апреля по маим месяцам. Предусмотрена сумма на контракт 2 миллиона 200 тысяч рублей, 2 миллиона 199 тысяч рублей. Предусмотрено три уборки за этот период. Значит, контракт размещен. Окончание подачи заявок 12 декабря на сегодняшний день заявки нет ни одной. Вот, значит, сегодня контрактная служба либо внесет изменения о сроке подачи заявок, либо будет размещать, если сегодня он уже не успел, то, значит, внесет, снова контракт будет размещать. Стоимость одной уборки получилась чуть больше 700 тысяч рублей, мы посчитали. То есть чистить город некому? Ну, заявок нет. Несмотря на то, что администрация увеличила стоимость разовой очистки в два раза, подрядчиков, желающих заниматься этой работой, нет. Все, что могут сделать депутаты в данной ситуации, это принять информацию к сведению. Также они решили данный вопрос повторно включить в повестку февральского заседания, чтобы заслушать его повторно, вдруг что изменится. Третьим был заслушан вопрос о реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2019 году и об организации капремонта в 2020. В 2019 году, значит, у нас отремонтированы фасады домов проспекта 84-86, 132-134, 142-144, Советская-4, Гастелло-3-19. Эти ремонт фасадов уже сдан, акты приемки выполненных работ подписаны. Советская-6, фасад еще в ремонте. И идет ремонт на кровлях проспекта 84-86, 142-144, Советская-4-6, Гастелло-3-19. И там же идет ремонт электрической системы. В этом году был окончен капитальный ремонт кровель в многоквартирных домах по Увальной 1, Южной 1, Осипенко 46. В реестре капитального ремонта на 2020 год стоят следующие дома. По проспекту 50 лет Октября 130, 136, 138, 61, Осипенко 14 и 21. Планируется отремонтировать кровли и фасады. Весной принесут руководители ЦСЖ и управляющих компаний акты весеннего осмотра. Будет собираться комиссия рассматривать, чтобы были какие-то предложения по актуализации перечня домов. Сам ремонт кровли, давайте я вам расскажу. Значит, 3 миллиона плюс-минус, там 3 с копейками, это проспект 130, 136, 138, проспект 61, 7,5 миллионов, Осипенко 14, 2 миллиона 800 тысяч и Осипенко 21, 4,700. Информацию по вопросу депутаты также приняли к сведению. В следующем рассмотрели программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. На заседании комитета речь шла об установке модульной котельной в селе Краснореченском, но программа предусматривает реконструкцию и в других населенных пунктах Дальнегорского округа. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мы готовили совместно с принтеплоэнерго Дальнегорским филиалом. Но это понятно, потому что эта программа базируется, в принципе, на ремонте, реконструкции, капитальном ремонте, замене источников теплоснабжения. И на этот счет есть инфраструктурная программа унитарного предприятия «Примтеплоэнерго», и поэтому на этой базе мы эту программу и строили. В 2020 году нам надо реконструировать Краснореченскую котельную. Вы, все местные жители, наверняка проезжали мимо существующей и действующей котельной. Значит, когда там вывалятся стенки, кому богу известно, значит, капитально ремонтировать это здание – это невозможно, и поэтому решение принято – полочную модульную котельную поставить немножко ниже сюда, ближе к въезду в Краснореченск, и выполнить это все в 2020 году. В 2020 году, извините, поэтому просим данную программу все-таки принять и воплощать ее в жизнь. А дальше уже актуализация будет идти, как тепловой с кем будет актуализация, так, может быть, и какие-то изменения будут вноситься и в другие цифры. Это все, ну, это, ну, живой организм, действующая программа, она будет работать и изменяться. Принцип действия тех котельных, как в Тайде, по-стальному? Нет, это БМК. В котельных у нас АМК, это на бикбегах, то есть тарированный угол засыпается в бункера, а здесь россыпь, значит, и, значит, скрипковыми транспортерами, значит, тоже бункера. А программа только касается котельной и краснореческой? Нет, нет, там много, и Родная пристань, и Гореловская котельная, значит, и Центральная котельная, значит, и Сержантово, значит, ну, как-то мы уже воплотили. Ежегодно программа будет актуализироваться. Главная задача – повышение энергоэффективности. На модульных котельных будет использоваться приморский уголь, добытый в Новошахтинске. Они рассматривали в качестве топлива отходы от деревообработки? Это немножко другое направление. На себя рассматривается. Мы сейчас определяемся, мониторим, значит, и на сегодняшний день мы знаем, что на Дальнеборске 112 кубических метров в сутки идет деревоотходов. Значит, в Чугуевке 500 кубов. Кавалерово они не показывают свои отходы, потому что там они как-то или утилизируются частным сектором, то есть там нет таких вот залежей по Кавалеровскому району, как у нас. Ну, в Чугуевке там все, оно как-то еще в надежде, видимо, что будут перерабатываться эти отходы. Рассматриваем мы варианты и, может быть, будет потом уже проектно решаться. Или добавкой будет идти, может быть, даже на четвертую котельную, да, к углю. Может быть, мы сержантовскую котельную уже запроектируем или рудно-пристанскую. То есть, пока еще в стадии разработки. Финансирование будет осуществляться за счет инвестиций Примтеплоэнерго и краевого бюджета. Программа касается модернизации не только теплового оборудования. Как отметил Александр Утенко, в стадии разработки также находится инвестиционный проект по водоснабжению и водоотведению. Информация принята к сведению. Рассмотренные вопросы будут включены в повестку очередного заседания Думы. Подведены итоги муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В этом учебном году в нем приняли участие 162 человека из всех 12 образовательных учреждений Дальнегорского округа. Среди этих учащихся 25 учеников 7-8 классов, а все остальные учащиеся 9-11 классов. Количество учащихся незначительно, но все-таки выросло по сравнению с прошлым годом буквально на 6 человек. На данном этапе учащиеся приняли участие в Олимпиадах по 18 учебным предметам из 19 возможных. И это говорит о заинтересованности наших учеников практически во всем спектре наук, которые преподаются в школе. Не состоялась Олимпиада, но буквально только по астрономии. Это, я считаю, новый предмет в школе, его буквально два года как ввели, и он изучается или в 10-м, или в 11-м классе. Ну и вероятнее всего школьники еще не сильно преуспели в данном предмете, чтобы их отправили на муниципальный этап Олимпиады для участия в такой Олимпиаде. Потому что на муниципальном этапе можно принять участие только если ты победитель школьного этапа и набрал не менее 80 баллов на школьном этапе. 80 процентов, извините. Третий год подряд школьники округа принимают участие в Олимпиадах по безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуре и физической культуре. Результаты не слишком высокие, но и опыт участия совсем небольшой. Многочисленными Олимпиадами стали в этом учебном году Олимпиады по таким предметам, как английский язык. Это поучаствовали в нем 27 человек. Русский язык – 22 человека. Математика – 21 человек. Далее по популярности идут у нас такие предметы, как история – 16 человек, биология – 13 человек, общество знания и химия – по 10 человек. Некоторые Олимпиады состоялись даже для одного-двух участников. Например, по таким предметам, как экономика, мировая художественная культура и экология. В этом учебном году в Дальнегорском округе 6 победителей муниципального этапа и 17 призеров. По таким предметам, как технология, история, общество знания, биология, литература и английский язык. Я бы хотела назвать имена победителей наших в этом году. Прохоров Иван, учащийся 9 класса, школа номер 2, стал победителем по технологии. Его учитель – Мазурец Виктор Анатольевич. Каляда Ирина, учащийся 8 класса, школа номер 2, также победитель по технологии. Учитель Иванова Вера Николаевна. Тесля Милена, учащийся 10 класса 1 школы. Победитель по технологии. Разноцвеева Наталья Владимировна, ее учитель. Балаболкин Артем, ученик 11 класса, 21 школы. Он стал победителем по истории. Его учитель – Веселова Инна Владимировна. Мыльникова Полина, учащаяся 9 класса, 25 школы. Она стала победителем по литературе. И учитель у нее – Глушко Лариса Борисовна. Также Сигал Ирина, учащийся 11 класса, 2 школы. Она также победитель по литературе. Учитель ее – Москаленко Юлия Николаевна. Двоих победителей и призеров подготовила первая школа. Пятерых – вторая, одного – третья. Восьмая школа – троих. Шестнадцатая – одного. Двадцать первая школа и гимназия – исток. По пять человек. Однако неутешительна все-таки у нас статистика по количеству призеров и победителей по сравнению с прошлым годом. Это количество снизилось буквально на 3%. Это у нас и составляет 23 человека. В прошлом году было 28 человек. Но я думаю, что мы будем работать над качеством. И в следующий год наши учащиеся покажут более лучшее качество. Результаты муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников уже отправлены в край. Теперь ребята ждут приглашения на региональный. Он пройдет в январе-феврале 2020 года на базе школы для одаренных детей при ВГУЭСе и кампуса ДВФУ. А сейчас наши 10 победителей и призеров прошлого года и уже текущего года приглашены с 6 по 25 декабря 2019 года во Всероссийский детский центр «Океан» на такую смену, которая называется «Приморский интеллект». Были выделены квоты департаментам образования и наши дети сейчас в данном моменте находятся в лагере «Океан». В соответствии с действующим положением в Дальнегорском округе победителя муниципального этапа становится ученик, набравший не менее 80 баллов, а призером не менее 65. При этом победитель Олимпиады только один, даже если он набрал, кто-то набрал 83, кто-то набрал 81, то есть лучше считается победителем. Следующий уже является призером. А в крае действует такая система. В край не подается понятие призер и победитель, в край подается только количество набранных баллов. То есть создаются протоколы, где записывают участников и количество баллов соответственно. Ну, соответственно, есть максимальный балл, который определяет, да, то есть процент выполнения того или иного участника. И край строит из этих вот результатов, которые все территории подают, они строят рейтинговую таблицу, рейтинг выстраивают. И получается в этом рейтинге, может быть, ну 100% никто не набрал. Но лучшие, лучшие по этой Олимпиаде, они могут быть приглашены в край для участия в краевой Олимпиаде. Вот в прошлом году у нас дети не были призерами, но их позвали, например, для участия в Олимпиаде. Ну, я не помню, по какому-то конкретному предмету, но позвали. То есть, значит, весь край эту Олимпиаду не так уж и хорошо нарешал, так скажем, да. И они на основе, ну, как на уровне края были, ну, в десятку лучших, например, пошли. Ну, грубо говоря, да, и их пригласили. Раньше региональные этапы проходили в детском центре «Океан», где дети и отдыхали, и соревновались в глубине познаний того или иного предмета. Сейчас площадки новые, но время там ребята проводят не менее интересно и полезно. Кампус ДВФУ мне нравится тем, что, когда туда приглашают детей на кампусе, они их приглашают не конкретно на Олимпиаду, а на целую неделю. И за эту неделю они им устраивают различные, ну, мероприятия, то есть, ну, творческие, да, для них, то есть, какие-то экскурсии. Плюс они их погружают в предмет, то есть, как бы занимаются подготовкой к региональному этапу, то есть, с этими детьми занимаются. Вот, и потом только выводят их на эту Олимпиаду. То есть, и, соответственно, ну, то есть, когда там люди заинтересованы, да, в результатах, то есть, и дети, соответственно, показывают плохие результаты, и это им тоже пригождается. Интерес дальнегорских детей к Олимпиадам растет. Некоторые демонстрируют достойные результаты сразу в нескольких предметах. Стоит отметить, что победа или призовое место в региональном этапе дает преимущество при поступлении в высшее учебное заведение. Литературный клуб «Ренессанс» приглашает на презентацию книги Дениса Харина «Философия жизни». В пятницу 13 декабря в Центральной городской библиотеке можно будет познакомиться не только с произведениями, но и с молодым дальнегорским автором. Эта книга называется «Философия жизни», поскольку здесь практически все произведения философского характера. Эта книга не только стихотворений, но и творческих проектов автора, которые охватывают глобальные его какие-то мысли, задумки и говорят нам о том, что не нужен мир, где властвует война, жестокость, насилие и так далее. Поэтому его книга, она очень ценна именно тем, что в ней много интересных мыслей заложено. Презентация этой книги состоится 13 декабря в 5 часов вечера в Центральной городской библиотеке в читальном зале. Приглашаем всех желающих. Это самый обычный день, это не пятница 13-я. Не нужно думать о каких-то суевериях, нужно наслаждаться жизнью, слушать и читать стихотворения и знакомиться с творчеством нашего молодого поэта. Сам автор придет и представит свои произведения, задумано много интересных творческих каких-то сотей, идей. Все это будет представлено здесь в читальном зале библиотеки. Полиция Находки задержала подозреваемого в 16 кражах, совершенных в крупных торговых центрах и общественном транспорте. Возбуждены уголовные дела, фигуранта заключили под стражу. Подробности в материале наших коллег из пресс-службы у МВД России по Приморскому краю. В дежурную часть отдела МВД России по городу Находки поступило заявление 52-летней женщины о краже. На место происшествия прибыла следственная оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявительницу и возможных свидетелей. Установлено, что неизвестный в час пик в крупном продуктовом супермаркете похитил у потерпевшей кошелек с деньгами и банковскими картами, а также мобильный телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний наркозависимый, ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Задержанный подозревается еще в 16 кражах, совершенных в период с декабря 2018 по апрель 2019 года. Он совершал хищение кошельков и мобильных телефонов из карманов и сумок граждан в общественном транспорте и в торговых центрах. Общий ущерб, причиненный потерпевшим в результате его противоправной деятельности, составил более 360 тысяч рублей. Следственным подразделением отдела полиции в отношении гражданина возбуждено новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом Г, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража денег с банковской карты, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами.